Сегодня у нас 8 марта, а вообще 10 уже. Как так-то? Дело в том, что я работала 3 дня. Букет от мужа. Сегодня у нас праздничный обед, и ждём одного гостя, а вернее гостью, Марию Сергеевну. Чё? Сготовим картофель с люля-кебабом. Готовый люля-кебаб. Под съёмочку, пожалуйста, продуктов. Продукты все готовы. Ты скажи нам, что ты делаешь? Картофель с люля-кебабом. Мы не знаем ничего. Всё по порядку. Смотрим. На листик наливаем масло растительное. Кажется, я забыла поздороваться. Привет, друзья! Открываем готовый пакетик. Сколько мы возьмём? Всех-то много, наверное. По 2 штучки каждому. Итого 6 штучек. Берём нарезанный готовый картофель. Нарезала, как всегда. На армию. Посыпем перчика. Масло сливочное или маргарин. Вот так, пол пачечки хватит. Нарезаю. Вот и я так делаю. Приправку для картофеля. Посмотрим, что в ней находится. Тут и есть рецепт. Но мы так делать не будем. Так, соль, наверное, там присутствует. Попробовать надо. Попробую. Подожди. Подожди. Присутствует. Но... Нормально присутствует. Сметаны 2 ложечки. Всё перемешиваю. Масло вот так разминаю. Уже вкусно пахнет. Добавляю нарезанный лук. Мне этой чашки мало. Так вот, хорошо размешали. И выкладываем это на листик. Началась неделя масленицы. Вот здесь у нас уже тесто. Ещё блины спечём. Но если времени хватит, зафаршируем. Грибочками я мечтала зафаршировать. Всё от себя на уме. Еле-еле входит. Я же бы вышла хорошо. О, это не нарезанная картошка. Ну ладно, пусть лежит. Ну вот так вот. Ставим в духовку. Сразу. Сначала насильно, потом убавим. Верх-низ. 180-200 на старте можно. Тут у нас гиацинт расцвёл. Это не надо нам ничего знать. Гости, вот они. Привет. Машка Промокашка. С праздником. Спасибо, дорогая. Цвяточки подарили. Это Маша, средняя дочка. Среднячок. Покажи нам букет. Вот такой букет. А ближе не надо. Всё готово. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Даже ужарилась. И Маша готова к возъеданию. Вот так у нас всё это люля-кебабы, картошка выглядит. Привет. Привет. Пора покушать. Пора покушать. И попыть будем. Вот у нас Маша Радость Наша пришла в гости. Приехала, я бы сказал. Да. Маму поздравить. Тиры парасапыры. Я... Когда я поздравил? А, ну я восьмого и поздравил. Ну, так как я не могу сам куда-то что-то я заказал. А Маша сама привезла. Молодец. Попыт у нас сегодня бонте чоку. Вот такой ликьёр. Ну, мужику впадлу такое пить. Поэтому я буду тыблочный сок употреблять. Употреблять, я сказал. Машка вот такая у нас. Вот такая, раз такая. А что тут ещё у Маши показывай? Ну, это с праздничком. Это я себе картиночку рисовала. Светка. Держи. Это Маша нарисовала. Вот такую картину. Маша, какая здорово. Это безвозмездный подарок, да? Безвозмездно. Чё на меня сейчас смотрят? Ну чё? А! Ну что? Накладываем. И я хотел дополнить, что это не основной ещё подарок. Ещё поедем в ресторане. Но это будет уже совсем другая история. Чтоб ты не думал, что это всё на этом. Маша, бери вилочку. Очень печально, что продают такие букеты, которые на следующий день превращаются в веники. Мимоза вообще отвратительная. Я, наверное, с этой компанией больше работать не буду. Ценник космический, а выхлоп эмоциональный вообще никакой. Максим, Максим, разливай. Маша, раскладывай. Так, начинаем. Мне нож нужен. Берем ножик, режет ножика. Ужарились люля-кебабы. По этому звуку было слышно, что я открыл. Пахнет. Это не из 90-х годов ликёр. Это уже такое, как бы. Новодельное сильно. Чтобы он дышал, полные румки не наливаем, конечно. А мне обязательно надо срочно саке. Макса саке пьют всякое. Натурадиус. Натурально выжатый. Из искусственных яблок. Вот как-то так. Но никак иначе. Слёзы на глазах. Ты чё, дура, плачешь? Дай угадаю. Пропустил я сериал? Нет. Пора понухать ещё в бокале. Как это делается? Ну это коньяки так нюхаются, конечно. Мне не нравится, как пахнет. Шоколадом не пахнет. Короче, это дно. Алкоголем. Вот это говна кусок, если честно. А стоит как крыло самолёта, нахрен. Короче говоря, выводы можем сделать. Те ликёры, которые были в 90-х. И банановые, апельсиновые, прочее. Там бутылку открываешь, как и амаретта. И там сразу как начало летать всё это. Нюхаешь, блин, наслаждаешься. А это, а ну-ка, мой понухать. Нет, давай будем блюдо пробовать. Ну, короче, это. Сок такой уж тоже. Всем-то кушать полезного аппетита. Давайте попробуем люля-кебаб. Не настоящую. Похоже на кордог, кстати говоря. Вот на этой шпажке. Очень жирная. И вот, Любовь Геннадь, она вот такой картошки, видишь, сотворила. Картошка божественная, как всегда. Давай, Маша. Испери ты из моего кубка. Очень жирная. Люля-кебаб какая-то. А картошка божественная, да? Жирная. Панировки много. Я говорю, корм-дог. Там жирная. На корм-дог похоже очень. Вот это всё впиталось, вот эта панировка. Мне больше всего нравятся картошки. Нет. А, у нас ещё баяны есть. Я забыл тебе сказать, что Любовь Геннадьевна успела ещё блянов напилить. Пробуйте, блин. Вместо хлеба. Ну почему-то так получилось, что Мария не Максимовна, а Мария Сергеевна почему-то. Как же так вышло-то, блин? Как так вышло, я не понимаю. Я в командировке это был, по-моему. Ну картошка как? Да, ты ещё в бельёнках рос. Ползунки красиво. Как картошка? Картошка вкусная. Ну, пробу это. Давай, испери ты из моего кубка давай. Давай. Давай, с 8 марта, Машка. Ага, с Пашей. Самое главное, здоровье тебе. Его не купишь, не украдёшь, хрен найдёшь, где не займёшь долг, здоровье. Поэтому берегите именно здоровье. Самое бесценное, что это есть, это наша жизнь и здоровье. Время. Время что такое? Деньги. Это не деньги, это твоя жизнь. И меня коробит от выражения, посижу, поиграю, убью время. Убью жизнь. Ты о чём говоришь вообще? Поэтому самое главное, берегите здоровье и время. Время это ваша жизнь. И любви, Машка. Не только нашей любви, а всеобщей. Всем всех благ, дорогих дам, мам, бабушек, тёть, сестёр и прочих дам. Одна подписчик сейчас знает, о ком я говорю, о ком я говорю, которая написала, прочих дам. Всех с праздником, любви, тепла, внимания, добра, понимания в семьях, благополучия и самое главное, здоровья и мира всем нам. Ну как, коктейль? Хуйня. Машка говорит, коктейль. Но она не так сказала, но подумала. Потому что я тоже так подумал. Дерьмо, я сказала. Дерьмо она сказала, но я более испорченный. От сок. А блины откусите пора. Ну она ещё не выпила. Всё вместе-то, но блины вкусные, сразу видно. Ну ладно, что, на этом будем, наверное, заканчивать наш гастрономический забег. Блины во. Блины во, ну конечно, бляны мне нравятся. И картошка у ЛГ замечтательная. Сегодня мы ещё поедем с Любовью Геннадьевной в круиз праздничный. ЛГ заказала себе особенный подарок, на котором мы с тобой и встретимся. Возможно, ты уже встретил это. Я не знаю, в какой последовательности выйдут видео. Но пока не скучай, не грустить. Хромакса в гости, жди их. У нас много ещё дел, в том числе с Машкой. Она смеётся, знает, о чём я говорю. Вон она стоит, улыбается. Хитрая такая улыбка. А, он замышляет там чё. Береги себя, если вы близкие, здорово всем сибирского сценария. Пока. Будем перекусить, да. Будем заниматься тем, чем положено заниматься в празднике. А не блохерскими какими-то хренями всякими. Всех с праздником. Дамы, бабушки, тёти и прочие женщины. Пока. Кстати, я хотел сказать, что бабушка, это не какая-то категория отдельная. Что такое возраст? Возраст, это мудрость. Согласен со мной? Наверное. Возраст, это мудрость. А тело, это просто биокостюм, который изнашивается. Любая вещь изнашивается. Поэтому то, что внутри нас находится, оно остаётся всегда на одной волне. Поэтому обязательно старшим уважение большое. И к учителям, которых сенсей называют в Японии, которым практически поклоняются. Берегите наших учителей. У них очень тяжёлая работа. И берегите женщин. Женщин берегите, берегите женщин. Пока. А то всё остынет, пока я тут языком чешу своим. Другие вещи чесать надо языком, а не чё попало. Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь.